Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... Рязанские спортсмены вернулись с чемпионата ЦФО по тайскому боксу. Самбо – путь к успеху. В Рязани прошли областные соревнования среди студентов высших учебных заведений. Медалей много быть не может. Рязанские спортсмены пополняют копилки побед. Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем нашу программу с обзора спортивных событий, в которых приняли участие рязанские профессиональные команды. Баскетбольный клуб «Рязань» занял по итогам сезона Суперлиги 5-е место. В последнем матче 7 мая наши баскетболисты сумели обыграть Екатеринбургский «Урал» 87-82. Матч складывался весьма драматично. Уральцы с первых минут принялись атаковать, а зубры же никак не могли наладить игру в защите. Как следствие, уже к исходу третьей минуты разница в счете стала двузначной. К окончанию первого периода просто ужасающий – 16 на 32, а к середине второй четверти, казалось, игра сделана – 25 на 46. Однако рязанские баскетболисты еще до перерыва сумели несколько сократить свое отставание до 14 очков. А в начале третьей десяти минутки рязанцы сумели мощным рывком не только сравнять счет, но и даже выйти вперед. Впрочем, «Урал» не сдавался. Команды практически до самого конца матча, что называется, шли ноздря в ноздрю. Однако за несколько минут решающий бросок совершил Евгений Карпека, который в этот вечер набрал 31 очко. А вскоре Евгений Маринин сделал перехват и фактически снял все вопросы о победителе. В 87 на 82 и рязанские баскетболисты завоевали высокое пятое место по итогам минувшего сезона. 1 мая женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» у себя дома обыграл подмосковную россиянку со счетом 1-0. Единственный гол на седьмой минуте встречи провела в ворота соперника Оксана Еремеева. По словам главного тренера-десантниц Константина Климашина, его подопечные отлично справились с задачей. Забили быстрый гол, тем самым облегчили себе игру в нападении. И далее не давали подмосковным футболисткам перехватить инициативу. Теперь «Рязань-ВДВ» переместилась на второе место, имея 7 очков. Столько же у «Кубаночки», а впереди с 9 баллами зоркий. Надо учитывать, что десантницы сыграли на матч больше конкуренток. Следующий матч рязанские футболистки проведут в Краснодаре, где 11 мая их принимает «Кубаночка». Не сумели порадовать своих болельщиков рязанские футболисты. «Звезда» потерпела первое поражение в этом сезоне в Подольске 2 мая от местного «Витязя» со счетом 2-0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Звезды» Гарник Авалян сказал «Плохая игра, плохой результат. После первого гола у нас была пара моментов, затем пошла сумбурная игра. Видимо, не реализовав свои шансы, потеряли уверенность в своих силах». Таким образом «Звезда» сохранил за собой 11-ю позицию в турнирной таблице. Известный рязанский дзюдоист Иван Нифонтов, похоже, полностью восстановился после травмы. В начале мая на всероссийском турнире в Курске он выиграл соревнования в своей весовой категории. Далее подробности. С 1 по 4 мая в городе Курске состоялся всероссийский турнир под дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти героев Курской битвы. В нем приняли участие свыше 150 спортсменов из 15 субъектов России. По итогам соревнований победителем весовой категории 81 кг стал заслуженный мастер спорта России Иван Нифонтов. Спортсмен представляет региональный центр спортивной подготовки. Рязанским тренером спортсмена является Дмитрий Николаевич Сергеев. Рязанцы завоевали 5 медалей чемпионата России по универсальному бою. В городе Медынь Калужской области прошли соревнования чемпионата России по универсальному бою, в котором принял участие более 200 спортсменов из 33 регионов страны, в том числе из Рязанской области. Этот турнир был отборочным в сборную команду России для участия в чемпионатах Европы и мира. По информации наставника сборной команды региона, заслуженного тренера России Николая Никитина, наши спортсмены добыли 5 медалей. В дисциплине «Лайт» звание чемпиона страны в очередной раз завоевал заслуженный мастер спорта, тренер, преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Витязь», спортсмен-инструктор с дюшора «Юпитер» Роман Брагин. Выступая в весовой категории до 75 килограммов, он одержал победы во всех своих пяти поединках. Бронзовые награды завоевали воспитанники «Медзюшор Юпитер», курсанты Академии «ФСИН», Александр Любаков до 65 килограммов и подопечные тренера Дениса Фалеева, Алексей Сверидов свыше 95 килограммов и Арина Казарян до 52 килограммов. Пятые места в своих весовых категориях заняли курсанты РВВДКУ Рахим Чехкиев, Александр Лавров, Данил Иржанов и Александр Азовцев. При этом новички выполнили норматив кандидата в мастера спорта. В дисциплине классика на пятистал почета поднялся лишь один рязанский спортсмен Сергей Кошкин – Академия «ФСИН» с «Медзюшор Юпитер». На пути к финалу весовой категории 82 килограмма он одержал победы в трех боях. Призером чемпионата России, в том числе пятерым рязанцам, предстоит принять участие в чемпионате Европы, который стартует в конце июня также в Медыне. Ранее он планировался на Украине, но из-за трагических событий был перенесен в Россию. И на Кубке мира по джиу-джитсу рязанцы завоевали три медали. Со 2 по 5 мая 2014 года в Париже состоялся Кубок мира по джиу-джитсу, в котором приняли участие свыше 500 спортсменов из 60 стран мира. Рязанцы успешно выступили на соревнованиях, завоевав серебряную и две бронзовых медали. Ольга Усольцева весовой категории 70 килограммов в дисциплине Неваза, что значит борьба лежа, завоевала серебро. Михаил Смирнов весовой категории 94 килограмма в дисциплине Файтинг завоевал бронзовую награду. Также третье место занял Сергей Борискин в дисциплине Неваза, выступая весем 94 килограмма. Пятые места на Кубке мира по джиу-джитсу в дисциплине Файтинг заняли Илья Чаркин и Дмитрий Марченко. Все спортсмены являются воспитанниками с дюшер Юпитер. В Рязанском регионе продолжаются соревнования 22-х областных спортивных игр молодежи среди вузов и военных институтов, организованные Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. На этой неделе прошли соревнования среди студентов по самбо. Подробности у Натальи Новиковой. В Рязани в спорткомплексе «Родной край» завершилось первенство вузов и военных училищ по борьбе с самбо. В соревнованиях приняли участие 6 команд и более 40 участников. Борются у нас мастера спорта международного класса за полу Полянского, чемпион Европы, вузел чемпионат страны, мастера спорта, сильная команда. Приятно видеть, что год от года старты, проводимые в стенах именитой школы самбо, привлекают все больше и больше участников. Растет и мастерство спортсменов, отстаивающих честь своих вузов. Соревнования проводятся организованно и являются студенческими играми. Почему? Потому что раньше, в советские времена, было общество «Буревестник» студенческое. Вот сейчас соревнования между студентами, как бы возрождается вот это вот спортивное соревнование между студентами. И это очень здорово. Развитие именно студенческого спорта – одна из важнейших составляющих в развитии спорта как такового. Ведь во всем мире именно студенческая среда является двигателем в развитии. А в том, что самбо развивается и процветает, нет никаких сомнений. Слово «процветает» – это мягко сказано. Самбо сейчас на высоком и очень высоком уровне. В прошлом году мы отметили 50 лет Рязанской областной федерации борьбы с самбо. И вот в прошлом году 7 наших самбистов становились победителями призерами чемпионатов и первенств Европы и мира. Вот это вот спортивные результаты. А всего за 50 лет существования федерации 65 раз наши самбисты поднимались на высшие ступеньки предистала почета на первенствах Европы и мира. Достижения действительно очень большие. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла сборная Академии ФСИН. Второе – РГУ, на третьем месте – РГРТУ. Рязанские спортсмены недавно вернулись с чемпионата и первенства Центрального федерального округа по тайскому боксу. В Рязани этот вид боевого искусства пока еще недостаточно развит. Однако воспитанники спортклуба «Ворон», который базируется на химике, выступили достойно и завоевали медали чемпионата. Тайский бокс или муай-тай – жемчужина боевых искусств Таиланда. Муай-тай в переводе с тайского означает «свободный бой» или «поединок свободных». Это достаточно результативный и эффектный стиль боевых искусств. Одной из главных отличительных особенностей – это огромный арсенал ударной и бросковой техники, включающий удары коленями, локтями, ногами, руками и работу в клинче с тактическими приемами выведения из равновесия противника. Спортивный муай-тай – общедоступный для всех желающих вид спорта. Соревнования делятся на любительские, где спортсмены облачаются в защитную экипировку для снижения количества травм, и профессиональные, где поединок максимально приближен к реальному бою. Исторически тайский бокс произошел из древнего боевого искусства «муай-баран», который похож на другие индо-китайские боевые единоборства. У себя на родине муай-тай стал популярным еще в 16 веке, но мировую известность этот вид спорта приобрел относительно недавно, с ростом популярности смешанных единоборств. Одной из особенностей муай-тай является традиционная молитва и церемониальный танец, предшествующие каждой схватке. Ритуалы выполняются, как правило, на ринге, где боец стоит лицом к тренеру или сопернику в знак своего уважения. Несмотря на рост популярности тайского бокса, в Рязани этот вид единоборств пока еще по большому счету является экзотикой. Впрочем, ребята, занимающиеся в клубе «Ворон» у тренера Владимира Печорских, регулярно участвуют в различных всероссийских турнирах. Например, в конце апреля им удалось занять призовые места чемпионата и первенства Центрального федерального округа, проходившим в Калининградской области. Артур Носов в весовой категории до 67 кг в возрастном классе мужчины стал серебряным призером чемпионата, а Евгений Градов в весе до 57 кг завоевал бронзу в возрастной категории юниоры. Ребята говорят, что заниматься тайским боксом им нравится именно из-за его жесткости. Тайским боксом я уже занимаюсь четвертый год, был на многих турнирах и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Калининграде ездил, приехал с меня последний. А в тайский бокс я пришел из-за того, что здесь жесткость, локти, колени, побольше ударов, чем в кикбоксе, у них тоже здесь ударная техника, но здесь плюс локти, колени, клинч, скрутки всякие. До этого я занимался самбо, ну почему пришел я, мне понравилось то, что вьют локтями, коленями и делают всякие скрутки, ну и из-за этого я и пришел. Оба рязанских спортсмена прошли отбор и теперь отправятся на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Севастополе и Анапе в 2014 году, чтобы там защитить цвет рязанского тайского бокса. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА